Следующий миф. Мы опять возвращаемся к мобильному клиенту. В последнее время все чаще и чаще, как у Кор звучит, что ваша система моноплатформенная с точки зрения мобильного клиента. Давайте спросим там Яну. Яна, как сейчас, как вы запустились, какие у вас есть возможности по применению? Слушай, мы продолжаем работать на андроиде. Просто для нас это гораздо проще и дешевле в плане существующей инфраструктуры. Мобильные клиенты на Windows мы в руках держали. Вот Алексей с ними экспериментировал. Работают. Ничего плохого сказать не могу. А что случилось, Дмитрий? Почему Android? Почему Microsoft не в фаворе? Ну, все просто. Потому что новые промышленные решения, ну, например, у Zebra все выходят на андроиде. Естественно, мы подхватили этот тренд сразу, как только появились новые устройства. Нельзя отставать от рынка. Да, мы все еще поддерживаем работу и на Windows CE, но и действительно реализовали возможность работы на андроиде. Почему Windows CE уже не в фаворе? Ну, прежде всего он не в фаворе у самой компании Microsoft. Притом не в фаворе он уже довольно давно, потому что если мы помним, ну, там, если вы обращали внимание, то в свое время Microsoft еще пыталась продвинуть свою платформу Windows Mobile, потом Windows 10 Mobile. Особенность этих платформ заключается в том, что они вовсе не на Windows CE. Их ядром является Windows NT. По сути, это переработанная взрослая система Windows. И если Windows 10 Mobile мы смотрим, то как позиционировал ее и до сих пор позиционирует вендор, сам производитель Microsoft, это та же самая операционная система, что стоит у вас на стационарных компьютерах, на ноутбуках. Это платформы Windows NT. В отличие от промышленных устройств, которые работают на Windows CE, то есть не было ни одного продукта, я не знаю, по крайней мере, таких продуктов, распространенных промышленных устройств, которые перешли с платформы Windows CE на Windows NT. Это обусловлено многими причинами. Одна из них то, что все уже давно создавали приложение под Windows CE. Если сейчас вендор, производящий устройства промышленные для клиентов, которые всю жизнь на них жили, захочет перейти на Windows NT платформу, то потребуется переписать все приложения. Да, это иногда довольно просто, но между тем. Поэтому действительно никто под новые платформы Microsoft не выпускал устройств, и все жили на Windows CE, и мы в том числе долгое время. Более того, в последнем Windows CE мы там сталкивались с проблемой на уровне операционной системы, которую в MS4 мы смогли уменьшить ее влияние на поведение нашего клиента, но решить без вендора, без производителя Windows CE мы не можем ее, а для Microsoft эта платформа уже не является приоритетной. Соответственно, ее развитие и исправление ошибок к ней довольно медленно, поэтому мы и рассмотрели в условиях в MS4 переход на платформу Android. Если мы рассматриваем работу в MSX5, то поняв, ну мы знаем, где эта проблема происходит в Windows CE, мы написали приложение уже на другом технологическом стеке, поэтому сейчас уже этой проблемы не наблюдается ни на одном, ну для MSX5, этой проблемы нет ни на одном из вариантов промышленных устройств. Мы можем работать как с Windows CE, так и с Android. Более того, это единая наша платформа, которая поддерживает любые промышленные устройства. И выполняя разработку мобильного клиента, мы его можем запускать как на Android, так и на Windows CE. Тут, кстати, надо обратить внимание, что почему промышленная платформа на Android все равно наша, потому что надо помнить, что, например, если мы берем ту же зебру, то тот Android, который стоит внутри зебры, это не тот Android, который стоит внутри ваших телефонов и любых других консюмерских устройств. Прежде всего, из-за того, что это корпус-сектор, там совершенно другие правила безопасности. Например, в большинстве TSD зебры на Android отсутствуют все сервисы Google, в том числе и телефонная книга стандартная и так далее, и Play Market и все остальное. Этих сервисов там нет. И когда мы берем многие приложения, там, АПК сборки, там, приложения под Android и пытаемся запустить их на терминалах зебры, оно запросто может не заработать. И не только зебры. Потому что подход к тому, что промышленная сборка Android должна быть вовсе не такой, как консюмерская, как та, которую используют обычные люди, это правильный подход. И то, что этот Android переработан, ну, собственно, вот наша новая платформа это все учитывает. И она позволяет запускать приложения как на телефонах, так и на промышленных устройствах. Спасибо, Дмитрий. Мне кажется, там, наши слушатели услышали самое важное, что смотреть в сторону решения Microsoft для мобильных устройств, наверное, стоит осторожно очень. А смотреть нужно в ту сторону, которая поддерживает и развивает Google. Продолжение следует... Продолжение следует...